Я взял свою карту и дал данные от неё случайным людям из анонимных чатов в ВКонтакте и в Телеграме. Как же они на такое отреагируют? Смогут ли списать у меня деньги? И если смогут, то сколько? Ведь это по факту не совсем законно. Какими сервисами они могут пользоваться, чтобы списать у меня хоть что-то? И кто ещё пользуется такими сервисами, чтобы списывать деньги у людей? Как же они отреагируют, если я скажу, что это не моя карта? Или же если скажу, что это моя карта? Покажу, что ты можешь делать, чтобы мошенники не смогли списать у тебя ни копейки. И конечно же не забудь подписаться и лайкнуть, чтобы видеть намного больше такого контента. И обязательно досмотри видео до конца, чтобы обезопасить самого себя. Это же в ваших интересах. У большинства из вас есть банковская карта. И скорее всего вы что-то покупали в интернете. Для этого нужен номер карты, срок действия и СВВ-код. Также в большинстве магазинах и при покупке различных услуг, вам потребуется подтверждение с помощью смс. Безопасность. Но есть и такие, где оно не нужно. И только так с меня смогут снять что-то. Естественно я не скидывал данные от реальной карты. Ведь тогда не нужно было бы её просто выкинуть. Поэтому я создал интернет карту, туда я скидываю деньги и там только эта сумма. И мошенник не сможет снять больше, чем нужно. Это 10 тысяч долларов. Именно столько на моей карте не будет. Поскольку я ещё не настолько богат. Поэтому возьмём чуть меньше. Вот. Примерно. Примерно столько я положу. 400 гривен или же 1000 рублей. Именно столько будет на моей карте, которую я буду скидывать. Но чтобы с меня сразу не сняли всё. Я ставлю лимит на покупки в интернете. В день треть суммы. И тогда если кто-то что-то снимает. Я повышаю лимит. Тогда никто не сможет снять сразу всё. Объясню суть эксперимента. Для тех, кто не знает, есть такие боты, где вы можете общаться с людьми. И ни вы, ни ваш собеседник никогда не узнает ваш реальный аккаунт. Разве вы ему сообщите? Я хочу узнать, хватит ли смелости у кого-то попытаться снять у меня деньги. Ведь может это не моя карта и я просто какой-то мошенник. Также я попробую скинуть её в анонимный чат. То есть там где много людей, но аккаунтов также не видно. И в чат с мошенниками. Небольшой спойлер. Да, кто-то пытался у меня снять деньги. И у кого-то даже получилось. Что же, я начал с телеграмма. Первому, как скинул номер, сразу отключился. Второму я также сразу скинул. И он сначала тупил, задавал всякие вопросы по типу зачем, что и потом сказал, что это кража. И так и не сделал ничего. Я с ним культурно попрощался и закончил диалог. Скорее всего он видит карту. И ему просто страшно снять с неё деньги. Ведь какой-то незнакомец, даёт какую-то ему карту. Может я вор. И это ожидаемая реакция. Были, конечно же, всякие пропуски, реклама. И я решил сыграть такую девочку, которая нашла карту на улице и не знает, как снять с неё деньги. Подумал, возможно люди такие, о, халява, сейчас сниму все деньги. И сказал, что я шла по улице и нашла карту. И он такой, ииии... И начал расспрашивать всякое. И скидывать то, что скидывает на таких сайтах в большинстве. Следующий также спрашивал что-то в духе. В чём смысл? Зачем? Оставь себе. И я решил притвориться преступником. Которому 32 и я не хочу этим заниматься. Но если я перестану, денег уже не будет. Что же мне делать? Она ответила типа, ой, не знаю. И я скинул карту. И она так же ожидаемо отказалась. Ведь тут я в роли преступника. Значит, скорее всего, я эту карту украл. С каждым разом мне всё меньше и меньше верилось в то, что кто-то попытается мне что-то снять. Но я не сдавался. И шёл дальше. И не зря. Но самая главная причина, по которой они могут бояться снять у меня деньги. Да, именно из-за того, что я мог быть, к примеру, кардером. Которому просто нечего делать. И он развлекается. Это вид мошенников, которые различными способами получают данные от банковских карт. И самая главная проблема у них. Окей, данные я получил. А как же вывезти оттуда деньги? Ведь подтверждения смс попросту нет. И для этого существуют такие сайты, магазины, даже такси. Где нет подтверждения с помощью смс. Например, Uber, eBay, подписки по типу YouTube Premium или же Xbox Premium. Но что делать, если им не нужен никакой товар? Как получить только деньги? Поэтому они могут находить людей, которым нужно то, что они могут купить. И предлагать им это за полцены. Тогда они получат деньги. Да, не в полном размере. Но это лучше, чем ничего. При этом, жертва может даже не знать, что она имеет дело с преступником. И если вам предлагают что-то подобное, не соглашайтесь. Ведь тогда вы будете соучастником преступления. Кстати, такая проблема была ещё и у наших испытуемых. Что же, поэтому я притворился человеком, которому скучно и он хочет делать добро. Сразу же идут подозрения. Но после того, как я скинул данные карты, идёт заинтересованность. Ура! Прогресс! Он спрашивал, сколько можно снять. Я написал 100 гривен или же 250 рублей. Ведь я тоже не хочу, чтобы мне сразу сняли все деньги. Но потом началось что-то по типу. О, я могу сам заработать. И мне это просто не нужно. Потом сразу отказ. Ещё не надо. И почему же так? Он или она отвечает, что есть кое-что дороже денег. Потом ещё отказы или просто игнор. Поэтому я решил поменять платформу. Ведь именно в этом чате могли сидеть только подростки 12 и 16 лет. И им это просто не нужно. Ведь их обеспечивают родители. Что ж, ВК это, так сказать, официальный чат, в группе у которого больше миллиона 400 тысяч подписчиков. Первый диалог это просто спам. Потом я просто напрямую отправил данные карты. Но собеседник никак не отреагировал. Я отправил ещё раз и сказал снимать деньги. Он или она не понимает, что происходит и спрашивает, какие деньги. Я подумал, что она просто не знает, что это. И присылаю ещё раз. И в ответ знак вопроса. Присылаю ещё раз. И она мне скинула скриншот, что ей просто не приходит сообщение с данными от моей карты. Я попробовал по-разному. Через точки не отправилась. Но через буквы уже отправилась. Потом идёт реакция, типа зачем, что благотворительностью решил заняться, сомнения и отказ. Поскольку в ВК очень сложно отправить данные и нужно объяснять, как их ещё получить, я решил попробовать ещё немного в Телеграме. И если ничего не получится, я скину в анонимный чат и в чат с мошенниками. Но тут опять отказ, непонимание и окончание диалога. А вот следующий, я ему скинул данные и тут от души. Скорее всего, я наткнулся на какого-то мошенника. Ведь сразу вопросы, есть ли там что-то. Я ему сказал, что можешь снять 250 рублей. И он согласился. И я уже думал, ура, хоть кто-то что-то снимет. Он хотел снять утром и закончил диалог. Я не могу точно сказать, он это или нет. Но была попытка снятия 247 рублей в пол первого. Но чтобы они списались, нужен был код от банка. Я ему уже никак не мог его передать, ведь это анонимный чат. Ещё я наткнулся на чат, где разговаривают люди, но их аккаунтов не видно. И я попробовал скинуть данные от карты. Но тут как и ВК нельзя. Потом я скинул через буквы и без слэша. И да, оно отправилось. Вы спросите, а почему же я ВК так не сделаю? Да потому что ФВК блокирует именно сам шестизначный номер карты. Но даже в анонимном чате только один проявил заинтересованность. Даже просил какие-то инструкции, как снять это от деньги. Но тоже ничего не сделал. Другие говорили, типа, что я бы не рискнул. Но и поскольку с таких чатов была только одна попытка снятия, с 15 людей, которым я отправил данные, и то не точно, что это был он, я пошёл в чат с мошенниками. Для тех, кто не знает, на форумах есть множество ссылок, где огромное количество мошенников. И они обсуждают разные вещи. И скинув туда карту, сразу же начались попытки снятия. Два раза по полторы тысячи рублей, но опять же нужен был код. 4 снятия по рублю от гугла. Это скорее всего какая-то подписка по типу YouTube Premium. И тут как раз не нужно было подтверждение с помощью SMS. Но все эти 4 рубля вернулись, поскольку они снимались лишь для подтверждения карты. Кстати, не забывайте про лайк, тогда я буду снимать ещё больше подобных видео. Потом ещё 2 попытки снятия по 56 евро. И это уже 5000 рублей, или же 2000 гривен. И если у меня были бы эти деньги на карте, то они бы снялись, ибо тут нет никакого подтверждения с помощью SMS. И что же, выходит, что никто ничего не снял? Нет. Вот списание 28 гривен от Wish. Это такой маркетплейс по типу Алиэкспресс. Но вы не повторяйте этого. Да, конечно. А так хотелось. Если не хотите, чтобы вас обокрали, никому не сообщайте данные от карт. И если хотите дополнительно обезопасить себя при онлайн-покупках, сделайте также диджитал-карту. И скидывайте туда только ту сумму, на которую вы хотите что-то купить. И если даже вы впишите данные от неё на мошенническом сайте, никто не сможет ничего снять, потому что там просто не будет денег. Не забывайте смотреть другие видео. Просто нажмите сюда, либо сюда. И, конечно же, про лайк и подписку не забудьте, чтобы не пропускать много интересного контента и... До встречи.